Сиськи Сиськи с язычком Ладно, извините, ребят, это я уже замечтался о суккубах Короче, приятного просмотра Всем здравствуйте, горничная И горничная тебе тоже здравствует Короче, дело к ночи Ребят, тут такое дело Я проверил свои старые прохождения The Shadow View День твоя Короче, до пятого эпизода я почему-то не стримил игру Я не понимаю почему, я долбоеб Слушаюсь и повинуюсь Исправляю свои косички Так как мне не хочется вас оставлять без полной истории Так что, в принципе, мы по новой начинаем проходить The Shadow View Присаживайтесь поуток, не ставьте чаёчек, кофеёчек Вас ждёт интересная история А те стримы прошлые, на которых вас не было, они пошли с пятого эпизода И до финала Так что, в принципе, присаживайтесь поудобнее Приглашайте друзей, ставьте лайки Не забывайте про колокольчик А с вами кто? Казако Фэмили, дружочек Приступим Всем приятного просмотрища Так Что способно завести тьму В свет Внешний мир даёт сознание Одну сторону картинки А подсознание рисует всё остальное Неизримое А значит, эти стороны и есть наша тьма Задумывались ли вы об истинной природе сознания? Образы, возникающие во сне Это проекция внутренних переживаний Сегодня мы поговорим Да, это действительно интересно Ждём ваше мнение по номеру 31 Желаем приятного пути Тем, кто сейчас в дороге Похоже, это песня композитора Слышит инфлай Охуя 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 Чёрт Помехи портят песню Думал, стоит выключить радио Почему выключила? Волна пропала Зачем шипение слушать? Оху, старин хил Так Эта музыка такая Быть не может Что? И эта музыка? Очень мелодичная Не думаешь ли? Только на музыку мало Похоже, скорее всего, на её отсутствие Действительно Сколько времени мы едем? Кажется, прошла целая вечность Машинально нажала кнопку лазерапировки На экране телефона Мы с Киелем беззаботно прячемся за цифрами Похоже, что сейчас изберись Они показывают нули Может же сейчас быть полночь Отлично, и сеть пропала Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Отвлекся, а результат колесо стало историей. Пойду за помощью, бездействие не уходи из машины. Ты куда? Там же гроза. Люблю грозу в начале мая. И безиспечный день. Кель закрыл дверь, ну естественно, он просто послевнул. Так. Лишком долго его нет. В смысле долго? Ну ладно. Блядь, нажиматься будешь, блядь, элегантно. Вдруг что-то произошло, пока я сижу в ожидании помощи, мне нужно найти его. Вот и началась игрулька. Новая игра. Сколько забытых вещей и ни одной души. Я Кель должна, короче, найти. Кель. Но Кель. Кель. Гориеты. Кель. Я же забыл о тебе, ну и творить Кель. Как так? Я же в машине обещала тебе. Рулет. Да. Идем, идем, плывем. Ну, черепунька. Это как черепунька. Черепунька. Так. Мы сразу сохранимся. Я не знаю почему, но сохраним, наверное, эпизод... В каком шестом больнице. Почему нет? Так. Тупик. Ну, куда же он тогда пропал? Пошел. Мы возвращаемся обратно и... Ну, вы посмотрите, короче. Так. Что за... Я слышал Кель. Эта-то девушка. Ее лицо не выражало никаких эмоций, а глаза были холодными и пустыми. Возможно, мне необходима помощь, как и нам. Эпизда. Наша машина сломалась. Мы ищем помощь. И я нашла тебя. Ты здесь лишняя. Тебе нужно... Тебя нужно убрать. Что? Хуяк. За что? Хуяк. Кель, прости, я не смогла найти тебя. Вот такое начало. Я слышу знакомую мелодию, похожую на моего любимого композитора, Фури Тен. Я ее на телефон даже поставила. Это и есть звонок от сестры Пинок. Мне конец. Офелия, засранка, ты спишь, что ли? Я? Что? Нет. Уйрешь ты все. По голосу слышу. Опять всю ночь играла в свои игрушки. Сегодня твой рабочий день. Как можно быть такой безответственной? Ноги в руки, глаза протерла и бегом в поместье. Если опоздаешь, я тебя ватшану. Или как там у тебя говорится? С ноги в голову. Ага, блин, не кричи, я уже иду в рейд. В смысле, на работу. Прикольный телефончик. Я что, уснула прямо во время битвы с боссом? Нет, я должен узнать, что произошло во время битвы с боссом. Это быстро? Ага, конечно. Чат игры в бульте му. 30 новых сообщений. Не читать, идти на работу. Уснуть во время решающей битвы недели, как я могла. Меня ждет возмездие, игра проклятий. Но это все потом, простите, ребята. Мне нужно спешить срочно натянуть единственную футболку джинсами. Замазать эти яркие синяки под глазами. Давай, давай. Замазать нечем, закончилась косметика. Ты сейчас долго будешь намазываться, махер. Может воспользоваться безотказной добротой сестры? Нет, спешить на работу. Мы опаздываем. С фингалом пойдешь. Так. Фиона попозже не в духе, волнуется, что я могу провалиться в первый же рабочий день. Она дала рекомендацию мне, своему боссу, и не простят малейшие ошибки. Ну, валим тогда нахер. Чего-то дотупить, алё. Кстати, подожди, а где у нас толчок? Стоп, подожди. У нас же есть туалет, чтобы сохраниться, нет? Это же... А, нет, это сестра. Тогда нету, получается, да? Ладно. Тогда валим на работу. После того, как наши родители погибли, сестре пришлось оформить опеку надо мной. Иначе мы меня бы забрали в детский дом. Таилась волевая женщина. За характером ей приходилось калывать на трёх работающих, и в первую очередь в школу. Сейчас она помощника-проводителя, и хорошо получает. Правда, в качестве горничной дела, определенно, что не новато, определенно, что осветло, длинно, что много денег. Я стану королевой Данако. Хвостик, смотрите, прикольный хвостик. Прикольный хвостик, смотрите, прикольный хвостик. 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 Субтитры делал DimaTorzok Почему нет? Субтитры делал DimaTorzok Вот и все. Ничего себе, конечно, представляло, что поместье большое, но это вообще пиздец. Офелия, соберись. Соберись, Офелия. У тебя день рождения. Так, погнали. Дзынь-дзынь. Ааа, что так долго? Дзынь-дзынь. Дзынь-дзынь. Тут-тут-тут. Странно, дверь что сама открылась. Опа-на. Добро пожаловать, юная леди, господи боже. Вы из тех, кто ходит в чужие дома, чтобы поговорить о боге? Ха-ха-ха. Я из тех, кто ходит, чтобы наводить них в порядок. Здравствуйте, я приняла вас за привидение. Я Фауст Моссили, дворецкий семьи Мортимер. Благаю вы по рекомендации Фионы Хейс. Мисс Хейс, прошу сюда. Ваша форма в женской раздевалке. Налево по коридору. Последняя дверь. В доме за 40 лет не было замечено ни одного призрака. Не беспокойтесь. Да, спасибо. Че, пиздуем? Переодеваться. А вы о чем подумали? Не раздеваться же, маленькие извращенцы. Так. Вот сохраняшка. Вторая сохраняшка, значит. Че, пересохранились хоть? Эпизод 2. Да. А, ну да, автосохранение было. Я понял. Так, ну нам женскую раздевалку. Вроде это мужская. Точно. Так, погнали. Значит, нам... Сюда. О, май гадс, какая же ты горничная. А рисовка тут четкая. Так. Ну? Добро пожаловать в наш мейт-кафе, господин. Неужели я сказала это вслух? Ну серьезно, им прислуга нужна или девочке в косплее горничной. А, впрочем, эта юбка такая пышная и чулочки миленькие. Это для тебя шутки? Я к тебе обратилась, мелкая. Я к тебе обратилась, мелкая. Остается в ваших стенах входить в комнаты господ только по прямому указанию. Ты должна приходить на рассвете и оставаться, пока тебе не разрешат уйти. Не пререкаться, не поднимать глаза, когда разговариваешь со мной. Я плачу тебе больше, чем ты могла рассчитывать. Это сказочные условия для такой... Для такой суки, как ты, поняла? Да, госпожа. Чудно, ступай на кухню. Остальному тебя обучит Марта. Да, и держи свой рот в закрытом состоянии. Мой сын не может сосредоточиться на учебе, когда такие, как ты, открыто демонстрируют в своей бескультуре. Ну, то есть, ходят как шлюхи. Так. Это раздражает. Вопросы? Вопросов нет, госпожа. Здесь не ходи, туда не смотри, головой кивай, ноги вытирай. Об себя, ведьма. Богачи на редкость грубые люди. Ух, как же бесит. Но не все богачи. Есть адекватные богачи. Так. Ааа, что за шум? Не уверен, что готов осознать его источник. Сегодня суббота, и еще слишком рано для чего-либо. Стоило бы лечь чуть раньше, а не на рассвете. В любом случае, пора вставать. Так. Нужно добраться давай на комнату, чтобы пока тщательно проснуться. Ну, погнали. Теперь играем за чувачка. Так, а вниз, по-моему, валить надо. Он сейчас с этой пересечется. Ну, блядь, помесье прям какой-то это... Resident Evil какой-то. Реально схож. Что это? Кто напевает? I wanna fly the land. Что происходит? Ой, меня же просили, я облажалась. Доброе утро, господин. Утро. Новая горничная, знаешь, ясно. Я могу идти, господин? Иди. Что с ней? Она выглядит так, будто увидела нечисть. И достаток сна, видно, изменил меня. Не хотелось бы это. Это смущает. Странная девушка. Я ее здесь раньше не видел. И она упоминала, что они набирают персонал. Наверное, она одна из них. Берет себя на удивление раскрепощенно. И она, видимо, еще не попадалась на глаза моей матери. Вот бы и мне ей не попасться. Короче, у меня мать злая, да? Ладно. О, потрясно выглядишь, Кива. Я бы тоже обалделился, кто встретил в коридоре такого господина. Кожа побледнела, глаза красные, впали. Должно быть, это главные признаки современного делового человека. Из-за того, что единственной наследник компании, которого сберет мой отец, с детства мне приходилось тратить много времени на изучение бизнеса и управления. И никого не волнует мое мнение, желание развиваться в другом, в чем-то интересном мне. Вот и приходится ночами тайно развлекаться. Ну, короче, он в игрушки играет, чтобы отвлечься от этой всей. Ну, вы поняли. Чего же мне ждать от этого дня? Господин Мортимер, ваш ход в бесстрастный мир бизнеса и смертной скуки. Вот и о чем я твержу, не мое это. Прости, стакан, ты развился прямо как мои желания в холодный пол суровых реальностей. Стоит позвать кого-нибудь, чтобы убрали. Ну, естественно, кого же он позовет, как не ее. Так, эпизод 2. Что, серьезно, до сих пор эпизод 2? Ну, окей. В коридоре много придется идти на кухню. Как-то в детстве я увидел фильм, где родители были очень рады печенью, которое испекли их чадо. Я воодушевился и отправился на кухню, чтобы повторить увиденные опыты и испечь печенье самостоятельно для мамы. Попросил кухарку Марту помочь воплотить свою задумку, она все для меня подготовила муку, сахар, яйца. Горничные, заметив мой неподдельный энтузиазм, тоже включились в процесс приготовления, но я хотел сам для мамы. И вот неуклюжие печеньки еще не успели остыть, как мама позвала меня к себе. Весь в муке и в пятнах, и счастливый я округленно поспешил к матери, но ее лицо лишь искалилось ужасной гримасой. Киэль, что это? Кто посмел с тобой это сделать? Всю прислугу собрать здесь немедленно? Всю минуту. Мама, я приготовил для тебя печенье. А, когда он еще мелкий был. Но мама была в ярости. Она лишилась всех части зарплаты и грозилась увольнением каждому, ведь будущему наследнику не подобает такое поведение, и тем более такие грязные занятия, как готовка, охереть. Это порочит чистоту аристократического облика. Она в гневе отбросила в сторону под нос с моим печеньем, и я видел, как плод моих трудов просыпается в крошке от удара. Парочку печенья она растоптала своими острыми каблуками. Твое время слишком ценно, не трать его на херню. С тех пор на кухне я практически не бываю. Так, подожди, а... Так, 12 коробок плодовую, еще две заказать, пополним запасы сыра, купить молока. А это что еще? Разве это было в списке? Надо проверить, никаких самовольных расходов. Эм... Молодой господин, что вас привело сюда? Марта, я удивлен не меньше вашего, еще слишком рано, но я успел вероломно убить стакан и пришлось попросить воскрыть его тело. Кель, вот ты странно разговариваешь, как будто на другом языке, на Киелевском. Я моментально организую уборку, не парься. Привет, Фиона, как всегда с утра на ногах. Ранняя птичка сожрет пирожное, или как там эта поговорка звучит? И откуда у тебя столько энергии? Я завидую. Секрет моего успеха, три чашки кофе с утра, и один догонясь за отчетность к мистерам Борткимерам. Кстати, он, как и госпожа, уже ушел, поэтому завтракать в столовой вам придется в одиночестве. Впрочем, ничего нового, и от кофе я бы тоже не отказался. Марта, двойную порцию кофеина этому господину. Марта, я позавтракаю себе в комнате, так что не накрывай столовую ради меня одного. Как пожелаете, молодой господин. И всех людей в этом доме я, пожалуй, только с Фионой могу говорить свободно. Я рад, что она относится ко мне, как к обычному человеку, а не к какому-то господину. О, как. Сообщение от сестры. Кухня. Фиона многословна, как никогда. Так теперь бы понять, а где здесь кухня? Кухня тут. Чё так долго, Офеля? У меня сразу для тебя первое задание. Юный господин будет завтракать у себя в комнате, тебе нужно отнести ему поднос с едой. Мне пора бежать. Хорошо. Окей, пиздуй. Тот странный тип, которого я встретила в коридоре, Кейель. Естественный. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Ну давай сюда. Погнали, чё. Отнесём уму. Ха, чё. Стой там, иначе я тебя разнесу в мясо случайно. Ну, награй, ты завид. В смысле? За что? Я зря это несла два этажа, чтоб потом мне угрожали расправой. Господин, ваша еда остынет, могу я? Ты не слышишь меня? Говорю, жди. Мне зайти позже? Пойми, это не стихия воды. Здесь должна быть стихия огня, чтобы противостоять Экинобару. Экинобару. Что? Экинобару, что тоже играет в бульти-мун, как я? Похоже, он в рейде общается по гарнитуре с пати. А я-то думал, он ко мне обращается. Как неловко. Интересно, что у него за перс? Сейчас она обалдеет. Фабула? Секунду, повиси. ФК. Простите, пожалуйста, я сейчас же уберу, извините. Когда я просил принести завтрак в комнату, то наделся я его видеть на столе, а не на полу. Простите, мне так жаль. Ты не пострадала? Что? Нет, я в порядке. Иначе ничего страшного не случилось. Поплагодари Марту за еду от меня. И чтоб хоть как-то избавить меня от голода, захожи мне доставку и ступиться. Сделай это так, чтоб никто ничего не узнал. Здесь такая еда не одобряется. Хорошо сделаю, господил. В личных беседах можешь меня не господимкать, а вот при мателе или отце спектакль манер должен соблюдаться. Я вернулся, вы что, уже убили рейдбосса? Круто. Загрузка. А вот мы играем уже за другого персонажа. Ну-у-у. Голова раскалывается, эта боль усиливается с каждым вдохом. Я слышу странные звуки, это еще больше изводит. Сыро и холодно, не чувствую кончиков пальцев. Все тело такое тяжелое, чтоб встать на ноги становится непростой задачей. Где я, что со мной? Так. Так, ну погнали, нам нужно... Так, подожди, тут ничего мы сделать не сможем. Так, записку прочтем, наверное. Он любит тебя, окей. Кто-то там... А, вот бутылка, да? Так, бутылка, сейчас мы ее наполним водой. Я уже, в принципе, знаю, что делать. Так, теперь у меня бутылка с водой. Идем на второй этаж. Ну, я просто ее проходил, поэтому я уже все знаю. Так, ну можно сразу спустить воду. Пол. Сюда. Получилось. Ключ упал. Можно, в принципе, ключ подобрать и сохраниться. Правда, придется сто раз возвращаться, но да ладно. Ну, вот и ключ. Подбираем. Так. Это был ключ, а не просто игрушка. Да, понятно, что от входа найти. Так, ладно, можно забрать тогда сначала коробку, раз стучат. Здесь никого нет. Голод тронзает желудок. И переступом тошноты. А вот и коробка, да? Так, коробка с номером восемь. Посылка. Если служба заставки носит коробки в этом богом забытом месте, на коробке символ восьмерка или знак бесконечности. Лучше отнесу ее в дом, поставлю на стол и открою. Окей. Так, ну, сначала мне интересно, какой это уже эпизод. Третий, наверное? Третий, да. Да, третий эпизод. Значит, получается, до пятого нам вроде как не так далеко. Вроде как. Так, подожди, не сюда, не сюда. Так. Жрем яблоко, ням-ням-ням, пирожочек, печенюшки, так, с бутылку. Мне кажется, я не ела целую вечность, стоит поблагодарить этого человека. Да подожди, благодарить. Нам сначала нужно узнать, что к чему и почти... Теперь все... А, она выбраться теперь хочет. Платье или просто бесполезный кусок черной материи. Окей. Так, ну, идем, короче, осматривать территорию с туманом, как а-ля Сайлент-Хилл. Но мы ничего толком сейчас не увидим, мы просто вернемся по кругу. По факту. Да. Ты идешь? Я уже была здесь. Похоже, я хожу по кругу. Кто-нибудь, есть кто-нибудь, тот, кто принес коробку. Ты здесь, я хочу покинуть это... Это богом забытое место. Богом забытое место. Все? Загрузка? Ну да. Теперь возвращаемся обратно. Мы уже поняли, что тут два альтернативных мира. О, фабула, ты ли это? Что же такое получается? Сын председателя, мой друг по игре и гильдмастер, тот самый вытоповый игрок серверов? Ну да. И так я бы у себя представлял, может его взломали, исключено голосом меня речь, это точно. Странно, что при встрече в коридоре не заметила. Что-то в смятении. Играть будем, нет? Стоп. А играть типа не обязательно, что ли? Опа-на, сохраняшка, да? О, четвертый эпизод. Зашибись. Теперь четвертый эпизод. Значит, до пятого нам чуть-чуть осталось, да? А играть же нет смысла сейчас? Или если? Подожди. Походу, есть смысл играть, да? Ты не сможешь меня поменить, твой робот? Тебе пиздец. Ну что, магия огня. Злой робот, злой робот. Злой робот. Битвы прям финалки напоминают. Тинь, 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 тинь. Вот и фабула. О, а вот звезда пропащая. Привет, Тундина. Привет, фабула. И прости, сразу не убивай хотя бы. Я так усала вчера, что просто вырубилась на главе, я проснулась с бассады вмятинами на лице. Это особенно важная информация после твоего сонного кидалова. Без твоего хила люди гибли штабелями по многу раз. Из гильдии тебе кикать пока не будем, но пусть этот груз вины вяжет на твои хп. Ну, прости, ты же знаешь, что я не специально могу откупиться фармом, или хочешь зелиться сварю за свои кровные ресы. Предложение года. Предложение отклоняется, зелиться. Я и сам могу сварить, даже на уровень выше. Не хвастайся тем, что ты самый активный донатер на сервер, но не скрываешь этого. Прозвучало из твоих уст, как что-то плохое, благодаря этому самому активному донатеру ты тоже в топе. Просто напоминаю. Да приводит с тобой сила золота, раз ты такой богатый, может у тебя вилла вместо квартирки и прислуги полный дом. А может так и есть. Ну, даже не смутился. Серьезно. И горничный есть, как в фильмах. Есть там одна, поет странные песни и бросается едой. Ха, что за нелепость. Есть там одна, какой стыд. Разумеется, он не подозревает, что его давно знакомая, Пангри Мудина, пробралась в дом в качестве той самой горничной, и по своей врожденной неврожести творит хаос. Хотя должна наводить порядок, стоит ли расставать ему правду. Кстати, я придумал достойное наказание за твой фейл. Какой же. Вон Динам неизвестно, что ты живешь в том же городе, что и я. Давай встретимся. Чего? Или отдавай мне свое золото и лесу? Ты знаешь, встреча звучит довольно неплохо, только место я выберу сама. Что я делаю? А, это же свидание, да он спятил. Договорились, я отправлю тебе в ЛС свой номер, только попробуй не позвонить на значительный день. Записано кровью, но стоит заметить, что Один охватит третий, тратит время на болтовни, у нас данж прорисает. Голт творит непотребство в землях вражеского легиона. Как пожелаете, мистер, сейчас я вас всех перерублю. Мда. Снова играем за нее. Так. Показалось, сразу уже начинают меня подводить. Это дерево, походу, много чего девка начинает подводить. Так, какой-то уже эпизод. Пятый? А, подожди, хижина спальня, да? Хижина спальня, а это хижина черта. Так, подожди-ка. А я вот не помню, это сейчас мы будем цифру семерку находить, да? По-моему, да. Семерку, по-моему. Трешня. Какого хуя? Что это было? Развидеть? Это сон? Точно это сон? Нужно проснуться и все сразу забудется, надеюсь. Проснить это всего лишь страшный сон. Разум он, страх, порождающий чудовище. Я должен найти способ выбраться отсюда, как можно скорее начать свихнуть. Так, а это сейчас будет номер семь или какой? Сейчас посмотрим. Ну да, номер семь, лутбокс. Отчего-то это слово меня позабавило, я начал смеяться, а затем смех перешел в истерику. В этот раз цифра семь, значит, в прошлый раз это была восьмерка, а не знак бесконечности. Какой-то странный обратный отчет. Но раз уж принесли, можно и покушать. Без силы я далеко не уйду. Окей. Пусть пожрет тогда. Так, у нас теперь апельсинки. Бутербродик. Снова печенюхи. А, мандаринка для апельсина. Так, и опять снова вода. Спасибо за угощение. Как говорится, всегда пожалуйста, да? Неизвестно кому, как и чё, да? Так. Спальню. Почему спальню? Стоп, чердак. Автосохранение было в спальне. А, эпизод 5, чердак, да? Хижина, чердак. По-моему, если я не ошибаюсь, то это, наверное, уже тот момент, когда стрим начался следующий. Я сейчас точно посмотрю. Но, походу, если этот момент с мышеловкой... Скорее всего... Нет. А, это еще не с мышеловкой момент. Значит, это, наверное... Не этот момент будет, да? Это чуть дальше, значит. Блин, ну больницу я точно проходил. Я точно помню про больницу. Блядь, я уже запутался в этих прохождениях. Своих собственных. Ну ладно, попробуем продвинуться дальше. Сейчас поговорим с чуваком и посмотрим, какой эпизод будет. Раньше я не замечал эту тропинку. Ну... Давай. Я долго пробиралась вдоль мрачных деревьев и кусок по тропинке. Туман сгущался и с каждым шагом становилось все тяжелее идти, но я должна выбраться отсюда. Неожиданно я оказалась на берегу озера. Тень. Ну... Человеческий силуэт. Да я вижу, что силуэт. Ну... Кто-то прикован к столбу. Эй, ты живой? Отзовись. Темная фигура издала полукрип по устам. Ты слышишь меня? Что с тобой случилось? Ты... Я уже начал думать, что ты мёрз. Сейчас я попробую тебя вытащить. Ты сделала это. А? Ты сделала это. Ты сделала, ты сделала. Ты во всём виновата. Он спутал меня с кем-то, кто его приковал. О чём ты говоришь? Я впервые тебя вижу. Я просто хочу помочь. Издеваешься? Ты уничтожила меня. Я здесь из-за тебя. Это всё ты. Моя Иуда. Мой Брут. Мой Змей-Искуситель. Не свержи меня во мрак. Я не могла разглядеть его глаз, как бы не глядывалась, как будто вместо них была темнота. Здесь должна быть какая-то ошибка. Давай я помогу тебе. Освободи меня, я сверну твою лживую шею, сломаю каждую кость в твоём теле. Я так мечтаю узнать, как же она будет хрустеть. Чёртов психопат. Пожалуй, лучше не буду его... Отвязывать. Убегая прочь, я вновь оказалась на той развилке. Сил больше не оставалось, становилось всё холоднее. Лучше вернуться в хижину. Ну, возвращайся в хижину. Ну, погнали в хижину. Так. А, вот сейчас эта трешня началась, да? Подожди. А, мы сейчас вернуться не можем, надо обязательно спуститься, да? Ладно, спускаемся. Там, короче, вроде один переход надо сделать. И, по-моему, вернуться можно. Ну, да. Вот и снова загрузка. Раз тебя ещё не выпили, значит, справляешься. Ты неплохо, а тебе самой как работает. Даля, конечно, поразила меня своими методами домоуправления, но я чувствую дух финансовой независимости, не хочу больше висеть у тебя на шее. Даля, та самая ещё змея. Но с ней можно найти вообще язык, а как тебе Киэль? Что? А почему ты спрашиваешь? Ты ничего не сказала при Киэле, молодого господина? Мы ведь уже пересекались. Киэль, он своеобразный. Ну да. Вот как понятно. Так, чем планируешь заняться в своей первой выходной? Да так, прогуляюсь по центру города, может, в кафе съем чего-то вкусного. Ого, гулять, не играть в свою игру с утра до вечера? Что-то здесь не то. Вот оно что, я поняла, у тебя свиданка. Что? Нет, какая свиданка? Я же только устроилась на работу в этот дом. Не вижу связи с работой, сегодня твой законный выходной. Ой, я опаздываю, убегаю. Увидимся позже, сестренка. Вот коза мелкая, когда успела вырасти, уже по свиданиям бегаю. Не задерживайся допоздна. Ну да. Наслаждайся чудом первой любви. Угу. Первой любви. Та-дам-там, тун-тун. Я метал ей свой номер. Почему она не перезванивает, передумала? Нет, та ундина, которая знает, так бы не поступила. Хотя не исключено я то, что мои представления о ней не соответствуют действительности. Так. А вот она сейчас типа берёт трубку. Фабула на связи Это Ундина Привет, а я уже думал, ты слилась или уснула Нет, чего ты такой злопамятный? У тебя есть возможность исправиться Помниться, мне ты грозилась выбрать место для нашей встречи Слушай внимательно и запоминай Тебе нужно отправиться на крышу центральной больницы, чтобы выполнить этот квест Я буду ждать тебя там Что? Больница? Крыша? Подожди Ее неординарное обышление поражает своими крутыми миражами Почему из всех мест она выбрала именно больницу? Как-то не здорово Хотя с крыши открывается шикарный вид на город, конечно Лучше перезвонить и сменить место Телефон вызываемого абонента выключен или находится в незамедействии сети Значит, больница Юный господин, ваш отец ждет в своем кабинете Старик вспомнил обо мне? Хорошо, спасибо, Фауст Хотя как же не вовремя, меня ждет он Дина Эм, что он автоматически по... Эй, а дай мне сохраниться, чувак Я хочу узнать какой это эпизод Эпизод шестой уже, да? Но, по-моему, эпизод шестой Это уже есть вот эта аллея И мы, по-моему, в больнице там оказывались Я сейчас по времени посмотрю, сколько там выходит М-м-м, 40 минут Ну, в принципе, можно до больницы дойти Вот с больницы, по-моему, точно Мы начинали в прошлый раз Уже уж поговорим с отцом Ладно уж Так, подожди, он, по-моему, наверху, да? С этой стороны По-моему Проходи Нет, я постою здесь, у этой чудесной дубовой двери Подойди, разговор предстоит долгий, очень важный Чем ты занимался последний месяц? В основном, грызг гранит наук и чем же еще? А у меня здесь в отчете о твоем трафике информация, которая разнится с твоими показателями А, он еще и трафик контролирует Понятно, почему он вызвал меня к себе Сутками напролет ты играешь в игры Будущее тебя совершенно не волнует, да? Какая у тебя разница, чем я занимаюсь? Ты вспомнил о моем существовании, когда я заканчивал старший класс из школы Теперь я вдруг должен стать наследником компании? Мне до этого никакого дела Игры куда увлекательнее реального мира Можешь сам попробовать За сим отклоняюсь Прекрати нести эту херню Вот уже много лет Мортимер Групп передается от отца к сыну На несколько веков Ты не имеешь морали... Блядь, а как пропустились? Аааа Мне это не интересно Малолетний болван На следующей неделе ты отправляешься на обучение в высшую школу Нью-Йорка Где тебя научат в настоящей дисциплине Ты готов отправить меня в другую часть мира Лишь бы сохранить свою идею идеального сына Я не готов на такие жертвы Это не обсуждается Блин, случайно пропустил диалог Так Это второй этаж получается, да? Блин Беседа затянулась Нужно поторопиться найти Ундину Ну погнали, чё? Я ж вроде не против, чувак Давай Это рэпчик, поёт его Денчик Денчик-рэпчик Сладкий перчик Словно он Ага, музыка, значит, поменялась, да? Ага Но мы гуляем по парку Не ждём никакой запарки, да? Больница уже здесь, да? Трестик, да Так, вот у нас уже больница Подожди, вправо, да? Ну да Вот и больница Приемные часы уже закончились А мне-то уже лучше не попадаться на глаза врачам и охране Да-да-да А то сохранения, значит, не было, да? Ну вот, отсюда, короче, начинается тот стрим По-моему Больница точно была, я уже точно помню Так что, в принципе, спасибо, что ребятушки смотрели Я перезаписал начало игры вот до этого момента Мы как раз поиграли 47 минут Да, где-то так Ну а всем спасибо за внимание Что начали смотреть эту интересную, в принципе, увлекательную игру Не забывайте смотреть прошлые стримы с этой игры Я в плейлистах их оставлю, в принципе, по этой игре А всем до новых встреч, ребятушки Спасибо всем за внимание, что смотрите и остаетесь с нами А всем до скорого С вами был Казуку Фэмили Всем удачи Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok